Подготовку к предстоящему отопительному сезону на ТЭЦ и ВРАСНТМК начали с ремонта парового котла номер 3 и котла высокого давления номер 9. На третьем работы уже завершены. Например, там заменили боковые краны. Это такие трубки, по которым вода идет и потихоньку превращается в пар. Поставили и новый теплообменник, заменили запорную арбатуру и восстановили тепловую изоляцию. Все 9 паровых котлов дают пар на турбогенераторы, которые вырабатывают электроэнергию. Но у каждого генератора есть так называемый теплофикационный отбор. Он дает пар более низких параметров. Он используется на теплообменниках станции. И вот именно в теплообменниках за счет теплообмена между паром и водой происходит нагрев воды, которая идет на отопление города. Зимой к работе подключаются еще и водогрейные котлы. Их три. И работают они как чайник. Воду греют на природном газе. Но уже в этом году их планируют перевести в резерв, заменят бойлерной установкой, которая будет работать на паре от турбин. Мы в этом году заканчиваем последний этап реконструкции бойлерной установки. Это позволит более качественно регулировать подачу тепла и выход тепловой мощности с бойлерной ПВС. Три года мы выполняли эти работы и там затраты составили порядка 250 миллионов. Заменили еще полтора километра теплотрассы. На это ушло 30 миллионов рублей. На ремонт котлов более 200 миллионов. Готовность к отопительному сезону уже больше 70%. К 15 сентября точно успеют. И горячая вода согреет не только подразделения комбината, но и жителей города.